Какой тут примерно градус подъема? Я думаю 15, наверное, 15-20 может быть. В целом, да, в целом приемлемо. За это Ирина Яковенко внесла Арбат в список удобных мест Барнаула. Списк любимых он с детства. Старый базар. Я не знаю, помните вы или нет, когда сюда приходишь с мамой, становишься на картонку, тебя закрывают шторочкой вот этой, ты меряешь какие-то сильно желанные джинсы, например, или какую-то обувь. А сегодня это такое место, где можно погулять, насладиться погодой, красотой зданий. Ирина бывает здесь и с семьей и одна. Все продумано и препятствий для коляски нет. Девушка пересела на колеса после аварии в 2007. Первые три года не выходила из дома, еще пару лет привыкала к новой жизни и тому, что инвалиды могут улыбаться. Сейчас за глаза ее называют самым позитивным инвалидом. А для города она стала тем самым ревизора доступной среды. Есть плитка, которая, вот у нее видите, здесь как скосы маленькие между плиточками, а есть плитка, которая сама площадка плитки, она просто гладкая стык в стык ложится. Поэтому, ну, конечно, на той плитке гораздо удобнее, но и это тоже хорошо. Страшно. Любят очень сделать скос каким образом? Положить бордюр, на бордюр пришлепнуть асфальт, ну и спускайся. А это, опять же, для многих, для беременных, для пожилых невозможно на такую высоту, ни на бордюр, ни по вот этому вот якобы скосу спуститься. Как вообще Бурноу изменился за эти годы в плане доступности среды? Парки многие были недоступны вообще. В торговые центры многие недоступны были вообще кафе, рестораны. Наш город изменился до неузнаваемости практически. Я за это все время говорю спасибо. Скосы на бордюрах, пандусы, правда, часто их наличие зависит от предпринимателей. В кинотеатр, например, инвалиду не попасть. Почему бизнес лишает себя этих клиентов, Ирина не понимает. А видимая доступность вводит ее в ступор. У меня трое детей. Угадать ширину размера детской коляски, колес, невозможно тоже, потому что в одной коляске расположены колеса на такой ширине, у другой коляски на такой ширине. Справедливости ради в Центральном парке есть другой заезд. Для нескольких категорий жителей, инвалидов, пожилых, беременных, мам, Ирина пишет властям и прокуратуре об устранении ошибок. И радуется, что видит на коляске в Барнауле не только себя. Люди перестают лишать себя нормальной жизни, но и город стал учитывать их потребности. Было бы совсем идеально, говорит Ирина, если бы при проектировании зданий и кварталов сразу думали обо всех. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова